Хай это гайд на яд. Каждый раз, когда вас атакуют ядом или красной гнилью, у вас заполняется шкала, когда она дойдет до конца, вы будете отравлены и начнете терять хп. Длина шкалы зависит от параметра иммунитет, иммунитет зависит от вашего уровня, характеристика жизненная сила тоже чуть-чуть увеличивает иммунитет, доспехи также увеличивают иммунитет, доспех гриба дает самый высокий иммунитет 243, амулет защитного рога плюс один увеличивает иммунитет, Амулет пестрое ожерелье увеличивает все защиты, иммунитет, живучесть и концентрацию. Щит парфюмера дает 40 иммунитета, щит муравья дает 60 иммунитета, щит змей дает 40 иммунитета, щит святым рогом дает плюс 50 ко всем резистам, иммунитет, живучесть, концентрация. Не нужно держать щит в руке, вы можете взять оружие двуручным хватом, щит на спине тоже будет давать бонус. Полезное вяленое мясо повышает иммунитет, белое полезное вяленое мясо повышает иммунитет, пестрое вяленое мясо повышает все резисты на 100 длительность минута, белое пестрое вяленое мясо повышает все резисты на 75 длительность 2 минуты. Усиление бутылки твердая крапчатая слеза дает плюс 90 ко всем резистам на 3 минуты. В Нексусе у священника можно купить заклинание снятия яда. Костёр, храм, клятв, сюда можно попасть телепортом из Академии, чуть ниже будет лагерь, здесь на трупе вы найдёте заклинание, а огонь очисти меня, снимает яды красную гниль. Скорость заполнения шкалы зависит от концентрации яда, например, у этого копья концентрация яда 90, то есть каждый удар будет заполнять шкалу иммунитета на 90 единиц, пока не отравит. Но есть нюанс, каждую секунду концентрация яда в шкале иммунитета уменьшается, то есть нужно нанести больше ударов. Если вы долго не будете атаковать, концентрация яда дойдёт до нуля, то есть чем длиннее шкала, тем больше времени будет уменьшаться негативный эффект, то есть большая шкала становится ещё больше. Именно поэтому нужна длинная, толстая, стоячая шкала иммунитета. То же самое касается параметра живучесть против кровотечения и заморозки и концентрации против сна и безумия. Сейчас у некоторых зрителей начало капать слюна и они бьются в истерике, где ты посяка? В этом вся проблема, люди с маленькими пиписьками насмотрятся гайдов с большими цифрами урона, обвешаются всякой хуйнёй, нажмут сипуку и 20 секунд нюхают друг другу жопы, не нанеся ни одного удара. Амулет и шапка не работают. Доспех Родана Иммунитет 343 Живучесть 432 Концентрация 260 Иммунитет 643 Живучесть 732 Концентрация 560 Все значения больше на 300. Колдунские билды популярны только потому, что люди вообще не пытаются это контрить. В игре есть два вида яда, начнем с обычного. Оружие перекованное на яд, каждая атака заполняет шкалу иммунитета, когда дойдет до конца будет отравление. Прогрессия яда зависит от плюсов оружия и характеристики колдовство. Черный точильный камень дает возможность перековать оружие на яд, кровь и оккультизм. Вы его найдете в городе Накрон после убийства Родана. Слишком долгий путь отравителя. Ядовитая смазка на оружие. В игре Миядзаки играют только мазохисты, которые любят анальную боль. Поэтому будем без смазки. Красная зона, костер селия. Слева будет нужная точка. Вы должны убить невидимого скоробея. Заклинание, ядовитое зачарование. Теперь у нас есть бесконечная смазка для боссфайтов. Начало красной зоны, костер, горящая церковь. Здесь вы найдете рецепт крафта, отравленные ножи и горшки. Отравленные ножи стакают яд 50 или 60. Нет нормального описания. Отравленный горшок. Зависит от характеристики колдовство. Скалирование С. 10 колдовства, 208 яда. 99 колдовства, 290 яда. Колдовство влияет только на концентрацию яда, но не на урон яда. Деревню вот призывателя. Слева будет торговец, у него нужно купить рецепт. Отравленные стрелы стакают яд по 60. Красная зона, лачуга торговца затворника. Здесь будет торговец затворник. За 120 душ можно купить змеевидные стрелы. 78 яда, это больше для пвп. Для прохождения подойдут и скравченные стрелы. В начале боссфайта боссы стоят на другом конце арены и с помощью способности лукашквал можно очень быстро отравить. Нижняя часть карты, справа внизу, чуть выше зеленой хуйни. Нужно убить скоробея. Вам дадут заклинание для печати священника, ядовитый туман. Первый раз все получилось за два коста, потому что Готфри стоял на месте. Второй раз я скастовал туман пять раз, но из-за низкой концентрации яда и постоянного перемещения Готфри яд не сработал. У этого заклинания концентрация яда зависит от параметра колдовство, но в игре все печати на веру без скеллинга от колдовства. Но есть драконья печать на колдовство, то есть заклинание может нормально работать только с одной печатью. Как нормальный игрок должен провести параллель между ядом, колдовством и печатью дракона? Ядовитый туман хуйня. Красная зона центр, нужно найти ров, проехать по дереву и зайти в пещеру. Змеиный лук, никаких эффектов, скеллинг, сила, ловкость и колдовство, что очень подозрительно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка. Здесь не прописан бонус плюс 15 яда, который скалируется от характеристики колдовство. На змеевидных стрелах написано, что нужно стрелять из змеиного лука. Тикает по 11 урона за секунду самый обычный яд. Еще у змеиного лука хуевая способность павершот. Для стака яда намного лучше шквал. Следующая проблема. Пвп-шеры предпочитают легкие луки, потому что средний лук в прыжке стреляет один раз и все. А легкий стреляет в прыжке еще раз при приземлении. Левый верх карты. Вулкановая пещера. Здесь можно найти щит. Щит со змеей, он может отравлять. Яд не зависит от прокачки. Всегда 72. Скалирования нет. Обилка травит обычным ядом, но длится в три раза меньше. Как щит хуйня, как оружие хуйня. Обилка забавная, но тоже хуйня. Лук стреляет дальше. Красная зона, нижняя часть. Нужно прийти ночью и убить мини-босса наездника. Пепел для оружия. Полет ядовитого мотылька. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... На, сука, 228! А знаете, предыдущее заклинание ядовитый туман было даже не еще на фоне этого. Я его скастовал пять раз без выхватывания по ебалу. Ножом первого уровня можно нанести больше урона. Самая главная фишка этого пепла. Теперь можно крафтить ядовитое оружие даже без точильного камня. Концентрация яда на оружии зависит от плюсов и от типа оружия. У кинжала на первом уровне 66 яда, на 25 уровне 95 яда. У анимешного громадного меща на первом уровне 96, на 25 138. Думаю, всем понятно, что ножом яд настакать быстрее. Также у оружия появляется скейлинг от колдовства. Прокачка характеристики колдовства увеличивает концентрацию яда, но не увеличивает урон яда. Формула обычного яда. 7 урона плюс 0,07 максимального хп в секунду, длительность 90 секунд. Или 630 плюс 6,3 процента. Готфри тикает по 15 хп каждую секунду, яд нанесет 1350 урона. У него больше 20 тысяч хп, но поскольку игра разделила хп пополам на две фазы, яды кровотечения наносят меньше урона. Красная зона, центр озера, нужно убить скоробея. Вы получите прах, отравляющий туман. С помощью этого праха тоже можно зачаровать оружие на яд. Продолжение следует... Урон по Готфри 19 в секунду, длительность 30 секунд. Формула неизвестна. Если оружие перековано на яд, кровоток или заморозку, на него нельзя намазать смазку или заклинание. После каста отравляющего тумана на оружии есть баф, повышающий концентрацию яда. Зеленая зона рядом с красной, возле лифта в Сиору. Рецепт для крафта токсичного горшка и горшка на веревке. Токсичный горшок это сильный яд. Формула. 14 урона плюс 0,14 длительность 30 секунд. Или 420 плюс 4,2 процента. Урон в 2 раза больше, но длительность в 3 раза меньше. Токсичный горшок наносит боссу 30 урона 30 секунд. Суммарно 900 урона. Еще во время каста горшок вешает на вас 200 яда. Важный момент. Применяется тот яд, который заполнил шкалу до конца. Я вначале бил копьем обычным ядом, но в конце бросил горшок сильный яд и применился сильный яд. Может быть и наоборот, били сильным ядом, но завершили шкалу обычным, применится обычный. Левый верх карты, вулкановое поместье, после выполнения второго заказа вам дадут оружие. Змеиная катана, вместо кровотечения накладывает яд, значение всегда 66. Не скелется от колдовства, качается обычным титанитом, но нельзя перековать или добавить пепел. Нельзя намазать смазку или зачарование. У змеиной катаны уникальный мувсет, вместо мощной атаки двойной удар. Типа, чтобы быстрее стакать яд, мувсет похож на катану реки крови, а когда закончится мана, вообще одинаковый. У змеиной катаны сильный яд. Хороший вариант, змеиная катана плюс короткий лук. Красная зона, заброшенная шахта, где мы забирали змеиный лук. Змеиный коготь. 72 яда на всех уровнях, качается обычными кузнечными камнями. Можно зачаровать на что угодно. Яд, блид, заморозка, оккультизм, всегда будет сильный яд. Но, если вы на него намажете смазку или заклинание, применяться будет обычный яд. Верхний край карты, теневой замок. Здесь вы найдете рецепт для крафта ядовитого и кровавого парфюмов. ПОДПИШИСЬ! 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 Забавно, но ядовитый парфюм не триггерит врагов. Они стоят на месте и гниют. 45 урона в секунду, 30 секунд. Самый сильный яд в игре. Формула неизвестна. Скалируется от характеристики колдовства С. На урон не работает, только концентрация яда. Комбинация с отравленным оружием работает точно так же. Стакаете обычный яд, заполняете шкалу парфюмом, сработал яд парфюма. По квесту Ренни вы попадете на озеро гнили, здесь можно найти шлем, грибная корона. Увеличивает урон по отравленным врагам на 10%. Вверх карты рядом с вулкановым поместьем будет пещера, кипящие реки. После победы над боссом вы получите амулет. Увеличивает урон по отравленным врагам на 20%. Красная гниль тоже подходит. Корона и амулет работают одинаково. Если рядом с вами кто-то или вы сами отравились, шляпа и амулет дают бонус урона на 20 секунд. Вам нужны сильные яды, которые длятся 30 секунд. Самый простой вариант оружия Змеиный коготь. Если у вас оружие яд плюс красная гниль, вы отравили врага ядом, получили бонус, потом отравили врага красной гнилью. Второго бонуса не будет, если работает первый. Еще один нюанс. Если вы стреляете с большой дистанции, отравили врага, вав урона вы не получите. И даже если вы подойдете, все равно бонуса не будет. Но если вы стреляете на средней и близкой дистанции, бонусы будут. Выводы. Яд лучше всего работает в начале игры из-за высокого базового урона, когда у боссов мало хп. Чем дальше по игре, тем лучше работает блид. У Готфри резист к блиду на 200 больше, чем к яду. Но кровоток нанесет точно такой же урон, как и яд, и вы не ограничены длительностью яда. Но все равно остается фактор халявного отравления стрелами в начале боя. В пвп дуэлях на низких уровнях яд лучше блида, потому что наносит больше урона. Плюс паника. Сильный яд, еще больше паники. Плюс очень хорошо работают стрелковые билды. 3-4 змеиных стрелы достаточно, чтобы отравить. И как я сказал в начале видео, люди не думают о резистах и не пытаются контрить колдунские билды.